добрый день уважаемые друзья мы в фаросе улица космонавтов ну и соответственно дом номер 18 украсили вот таким красивым муралом а он церковь фаросская так надо перекусить вот столовая называется по моему вкусно как дома раньше был по привычке скажу фаросский дворик победы видели да это цены в обычной столовой называется фаросский дворик вот обед на одного 500 рублей ну как бы даже я а шальок как выражаясь в общем пообедали мы же голодные посетиме и за пообедали эту вот она двоих разделили жена гороховый супчик похлебала и картошечку с котлеткой да не ожидал но я и раньше знал что здесь самый дорогой поселок южном берегу крыма ну блин ну сейчас хоть по парку погуляем фаросе он тут уникальный он тихий спокойный да немного запущенный но вот в этом есть его шарм и потому что он большой из-за этого тут мало людей не знаю но мне так кажется что здесь даже кипарисы зеленее здесь так красиво что в миг забыл сколько там заплатил какие там цены правда парк вот сейчас будут только восхвалять почему потому что это мой самый любимый поселок еще в прошлом году если не ошибаюсь тут сделали вот эту центральную аллею цветочки это дом александра кузнецова основателя имени афарос вот этот парк а благоустройство этого парка чем его заслуга зашли в парк и начинается цветочки и лютики то есть гортензия люди белочку снимают где она там а он фарос это самый южный поселок в крыму ну и понятное дело здесь немножечко теплее там прямо там море он тут постоим посмотрим ой красота в этом парке собраны сотни всяких экзотических видов деревьев кустарников какие-то растений люди на море с моря такое себе движение а кто-то на обед кто-то с обеда это самый нижний пруд тут их несколько такой себе каскад прудов сделали эту плитку ну что сказать замечательно больше ничего слушайте вообще такое залипательное занятие наблюдать за этими черепашками вот еще одно еще один прудик все эти искусственные пруды ох какие мальков запустили надеюсь вы меня замените как комментатора потому что ну как бы я тут привык мне тут все нравится если каждому восхищаться прям так на камеру наиграно будет некрасиво ой какая трава смыть и зеленые цветы оранжевые ой дерево высокая ухты олени кстати олени вот это конечно же они были поставлены в честь приезда гагарина сюда на отдых в комментариях уже кто-то написал спасибо что показали нам форос и мы скоро приедем вот сюда это очень уникальное дерево это можжевельник золотистый ну а этот пруд это не самый верхний но он тоже когда-то был с водой без воды посмотрите какое разнообразие вот в этом кайф этого парка что он не однородный интересное что это такое это катальпа да тут ходишь как бы по ботаническому саду очень много всякого разного и самое интересное здесь тропинки старались делать закрученными чтобы такой шел-шел а шо там за что там за поворотом очень кайфно это не скворечник это кормушка для белок а еще здесь есть хороший туалет когда-то он был такой затюханный сейчас там все нормально все там на датчиках бумага даже ершик круче чем у нас дома мне вот эта аллейка нравится деревья так наклонились интересно ой а там шумит детвора на море сейчас зайдем обратил внимание кое-где в парке пахнет какой-то какой-то химией наверное чем-то опрыскивают от вредителей красота ну как для нас для нас именно жителей степей красота набегают тучки сейчас будет пасмурно надо еще быстрее бегать снимать заходим на территорию детского лагеря детский лагерь акбарс и вот здесь росли два красивейших кедра с левой стороны справа и оставили а вот слева они были самые красивые спилили на все пообновили вот вид бит такой красивый и хороший прям фотографически даже все закончили похоже но детей не вижу дойдем дальше вот так он и преобразился этот лагерь во что он превратился приходится переходить на широкий угол чтобы угадать где находился раньше летний кинотеатр дискотека детская вот четыре свеженьких этих кипариса тут раньше был спуск вниз а сейчас вот такого вот чего-то а теперь на месте этой детской летней дискотеки детского летнего кинотеатра wellness по супер-пупер отель понятно вам а вы говорили детский лагерь детский лагерь вот блин и второй корпус этого лучана тут говорили какая-то будет гостиница для пеннервожатых или как это правильно говорить в общем все таки воткнули коммерческую структуру на территорию бывшего лагеря детского лагеря фороса сейчас он называется по моему акбарс да точно вспомнил вот спальный корпус этого акбарса на территорию зайти естественно нельзя это же цветет кактус такой взгляд назад ну да раньше был один вид этого детского лагеря спального корпуса ну сейчас другой естественно он огорожен но территорию зайти нельзя но хотя бы оставили кедровой аллеи для общего доступа не большую часть кедровой аллеи детский лагерь забрал себе как то все не серьезно обещали одно но все-таки выполнили слегка по-другому в этот раз взяли жидкий корм то правда что сухой даешь потом где им пить бегать бедняжкам вуаля и вот она море здесь за счет того что мы находимся на мысе все время какие-то течение то в лео то вправо я толком не знаю но знаю одно вода здесь чище чище чем в ялте да это факт потому что ялта в ялта в бухте находится а бухта это как бы застойное явление и здесь прозрачность воды в основном всегда выше вот здесь раньше был пароход ну а теперь вы сами видели wellness паш май что там еще не знаю и был красивейший вид на гору форос вон там сзади за этим зданием что в итоге получили вы сами видите комментариев комментировать не хочу для этого есть комментарии под видео просили моря ну вот давайте любоваться сейчас пойдем по берегу посмотрим сколько туристов начнем их считать и заодно любоваться вот этой красотой нравится вот сейчас подошло время поставить первый лайк подойти не могу это на скале вот там был один цветочек мы снимали вот это целые оранжеры этих цветов кактус и опунция какой красивый цвет моря обратите внимание все благодаря тому как что на ней дать выйти вот здесь уже цвет на такой потому что над ним в общем такой в нем отражается зелень поэтому море кажется зеленым что в воде отражается такой цвет воды получается теперь туда смотрим видите красиво вот уж детский пляж так называемый хороший удобный он такой себе небольшой бухте и здесь не так волнуется море чем как мы там дальше пойдем тайника волны повыше будут вот это сосна упала несколько лет назад так и лежит и живет между прочим я смотрю на наши дожди оползни тут крутой склон еще одна сосна упала их пытаются поддерживает но давайте поднимайте руки кому нравится это море такое прозрачная чистенькая спокойная ветра почти нет температура воздуха ну газов 25 в тени на солнце конечно выше вот где самое классное место лежишь отдыхаешь и вдыхаешь аромат этой сосны как карта фирмен в храме да вот кто-то отличный пляж в доме тут и вот где-то в доме в доме в доме в доме в доме доме так парк-маркет в общем и сюда добралась это ну а где и нет сувениры и прочее сюда смотрим вам же интересно что тут сколько тут народу правильно обратите внимание на собаку там веранда вот это в общем все кафешки работают пока никого нет они обычно вечером заполняется вот типа взгляд назад мы где-то там сейчас шли вдоль берега вот как теперь если смотреть в обратную сторону красиво я считаю даже очень вот если так смотреть вот так отлично а вода какая гляньте вода вода красота прозрачная чистенькая и это учитывая что тут небольшая бухта подойду поближе красота хотели море вот любуйтесь все для вас все чтобы вам там хоть как-то было приятно когда вам будет приятно еще не такое вам поснимаю народ обедает заметно что море слезал этот пляж он был пошире мы пойдем другие смотреть или будем на море смотреть а поднимайте руки кому кому что нравится тут есть выбрать и депо где паспадерю где по загорать там зика мне людей нет но все равно как-то же зайти можно вот раньше этого навеса тут не было перенвести он бесплатный а это и 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 уже а и 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 чем дальше от детского там вот центрального пляжа тем меньше меньше там потом дальше пойдет уже две две секции чисто санаторского пляжа вот смотрите какая должна быть галечка правильная она она плоская на ней хорошо ходить более-менее удобно лежать заходим на территорию санатория тут раньше были заборы когда-то сейчас проход свободный это санаторский пляж такое такая же галочка на пляже и такое же хорошее море окно это уже две секции санаторского пляжа тут купаться только те кто отдыхает в этом волны спа отеля тоже не санаторий это волны спа отель кто-то в комментариях написал ой у вас такое грязное вонючее некрасивое море ну не знаю не знаю так это техническая зона санатория фарос спа отель извините спа отель фарос выходим с территории санатория а тут такая вот зона отдыха и здесь придумали обозревательную такую смотровую площадку очень приятно такой дёшь опа побольше тенька еще мы живем в крыму нам такие вещи очень нужны чтобы побольше тенька так а идем мы на зеленый пляж собственно говоря так может быть еще не доделали но нет ни одной урны непорядочек как этот кто-то кино говорил зато вечером хорошо сидишь такой на море любуешься зеленый пляж впереди у меня такой вопрос к моим зрителям кто из вас отдыхал вот в этом отеле или как это гостевой дом не знаю классно или нет вот так вот с видом на море просыпаться так зеленый пляж набережная зеленого пляжа тут уложили новенькую плитку немножечко клумбочки освещение не знаю работает работает она или нет и вот сам зеленый пляж и вот такая над ним красота посмотрите что-то убирают что-то траву косят ну молодцы молодцы а теперь смотрим на море такой сдалека зараза мешает ну такая у него работа ну как вам водичка теперь можно поставить второй лайк ну хотя бы первый если 2 поставить не можете комментарии ваши жду по поводу всего увиденного на тут галька покрупнее как бы не очень но тем не менее мы пришли смотреть на море и тут же можно и покушать и даже номер с видом на море снять сколько не знаю но думаю дорого уж понимаете еще раз такая интересная панорама хорошая так ну надо идти дальше там холодный пляж розовый пляж тихая бухта очень не пойдем а то там уже сон солнышко скоро зайдет надо надо так чтобы солнышко светило тогда море просвещается тогда видно себя прозрачность тут труба проходит там наверное вода угадал ой угадал х можно ножки помыть так вот мимоходом идешь и ух не обращайте внимания на эти водоросли все такое я просто показываю прозрачность воды море кто-то плавает с маской сюда пойдем такой себе лягушатничек для детей тут так меленько и хорошо видно прозрачность воды а это лёха такой памятник когда-то он стоял в другом месте и вообще вот уже обновленная версия лёха жена моя норовит его все время назвать жоржик журик игрю журик это обезьяна из четвертого сезона сериала сваты а это лёха сидит и смотрит вдаль подруга у него была ну я же рассказывал и теперь на воду посмотрим интересная пальма прям вся усиленная своими такими острыми листочками такой вид хороший тут так много этих сосен итальянских опа и никого нет нормально вот хорошее место и скамейка в таком правильном месте удачно можно посидеть и позалипать на окружающие морские пейзажи и вот в этом месте мы будем закругляться если у кого-то есть желание и возможность поддержать наш канал материально для этого есть все ссылочки в описании и в первом закрепленном комментарии мы и благодарим тех кто нас уже поддерживает благодаря вам мы и совершаем вот такие киноэкспедиции все большое вам спасибо то что посмотрели за ваше внимание спасибо все кто досмотрел до конца это тоже важно мне на этом все большое спасибо за внимание до свидания и 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